Учитывая, какую роль в этом играет Ripple, я не могу понять, ну как можно этого не видеть? Почему люди этого не видят? Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Падение биткоина с пиков более чем на 50% привело весь рынок в состояние ужаса. Однако, активность в сети биткоина показывает, что не все трейдеры и инвесторы паникуют. Некоторые позволяют себе абсолютное спокойствие о своих финансовых решениях. В реддите я обнаружил странный пост, который говорит о том, что таинственный биткоин-кит, продавший на отметке в 60 тысяч долларов, купил более 17 тысяч биткоинов в диапазоне от 30 до 39 тысяч долларов за монету. На этом сайте можно обнаружить список крупнейших кошельков биткоина, и сегодня я сравнивал даты транзакций в них с движениями цены биткоина на рынке. Меня очень сильно заинтересовал вот этот третий кошелек биткоина. Это и оказался этот крупный биткоин-кит, о котором говорили в реддите. Никто точно не знает, кому этот кошелек принадлежит, однако, что мы точно можем сказать, это то, что он накапливал на этом падении. На балансе этого кошелька сейчас более 116 тысяч монет, на сумму почти 4 миллиарда долларов. Также нас интересует еще и вот этот кошелек. Это кошелек криптовалютной биржи Coinbase. Именно с этим биткоин-адресом больше всего взаимодействий демонстрирует наш биткоин-кит. Каждый раз, когда биткоин приближался к уровням сопротивления, этот биткоин-кит отправлял со своего адреса биткоины на криптобиржу Coinbase и продавал. На графике отмечено 4 самых крупных таких распродажи всего кошелька. Одна из них была совсем недавно, 15 июня 2021, когда биткоин достигал цены в 41 400 долларов. Именно в этот день, как мы видим, этот биткоин-кит отправил 1500 биткоинов на криптовалютную биржу Coinbase, где успешно их продал. Интересно то, что 9 июня, наоборот, он купил 3706 биткоинов как раз в этой точке. А продал в этой. Идеальные точки входа и выхода, не так ли? Изучая транзакции на этом кошельке, мы увидим, что в этом красном диапазоне, который я отметил на графике, он накапливает большие суммы биткоинов, суммарно около 17 тысяч биткоинов. Начиная с 15 мая и по сегодня, этот огромный кит накопил около 17 тысяч монет, пока весь рынок в ужасе трясется. За этот месяц он прирос на 5,5 тысяч биткоинов. Большая часть биткоинов была куплена в диапазоне от 30 до 36 тысяч долларов. Я предлагаю тебе следить за этим кошельком. Если внезапно с него последуют большие суммы на Coinbase, будь готов к просадкам на рынке. Ссылку на этот кошелек я оставлю в описании под видео. В любом случае, то, что огромный кит накопил на этом падении 17 тысяч биткоинов в диапазоне от 30 до 36 тысяч долларов, говорит мне о том, что крупные деньги настроены позитивно. Это первое. А второе, такие накопления увеличивают неликвидные предложения биткоина, что тоже очень хорошо, ведь при растущем спросе уменьшающееся предложение приводит к росту цены биткоина. Да и любого другого товара, кстати говоря, тоже. А теперь я хочу показать тебе две очень большие новости для биткоина, которые почему-то не выходили тогда, когда он падал. Они вышли тогда, когда он начал отрастать. Впрочем, ничего нового обычно так и происходит. Очень попахивает инсайдерской торговлей, не так ли? Джек Дорси, основатель Твиттера, заявил о том, что главная криптовалюта будет интегрирована в Твиттер. Биткоин будет большой частью будущего социальной сети. Все существующие продукты и услуги Твиттера будут связаны с биткоином. Например, биткоином можно будет задонатить автору или же с помощью него оформлять платные подписки. Джек Дорси считает биткоин одним из трех ключевых трендов развития Твиттера наряду с децентрализацией площадки и внедрением искусственного интеллекта в Твиттер. Просто представь себе эти масштабы. На секундочку, посмотри на общую статистику Твиттера. Твиттером пользуется 330 миллионов пользователей в месяц, активных пользователей. Ежедневно публикуются полмиллиона твитов. А также общее количество аккаунтов составляет более миллиарда. Что же будет с главной криптовалютой, если оно будет интегрировано в такое огромное сообщество? Это огромнейшая новость для биткоина и его принятия. Возможно, остальные социальные сети последуют этому примеру, ведь биткоин, по словам Джека Дорси, является одним из трех ключевых факторов будущего Твиттера. А значит, может быть, и всех остальных социальных сетей тоже. Также большие новости из США. Около 20 часов назад стало известно, что крупнейший американский банк в мире стал первым, который дал доступ к биткоину розничным клиентам. Речь идет о Джейпи Морган. Возможность инвестировать в фонды на основе цифровых активов получили все его клиенты, включая институциональных и розничных. Бонусом к этому идут пользователи торгового приложения Chase от этого банка. Кроме биткоина, банк предлагает Bitcoin Cash, Ethereum и Ethereum Classic. Еще раз, не институциональным клиентам, а уже розничным. Это же просто шикарные новости. Но как быстро же переобувается информационное настроение? Только что чуть ли не хоронили крипту, а уже вот такие громкие события. Удивительные метаморфозы и очень быстрые. И наконец-то то, что потрясло меня еще больше. Visa приобретает финтех-платформу CurrencyCloud. Это британский провайдер технологий для трансграничных платежей. Visa заплатила за него 953 миллиона долларов. Сейчас сделка ожидает одобрения регулирующих органов. После сделки провайдер продолжит работать в Лондоне и вся его команда сохранится. Ну и что такого, спросишь ты? На сайте CurrencyCloud мы находим вот эту статью от 2 июля 2020 года. В ней CurrencyCloud объявляет партнерство с Ripple для работы над трансграничными платежами через RippleNet. Партнерство с Ripple. Провайдер трансграничных платежей заключает партнерство с Ripple, а потом его покупает крупнейшая платежная система Visa. Вау! Теперь Visa покупает этого провайдера. Visa недавно сообщала, что криптотранзакции в ее сети превысили миллиард долларов в первой половине 2021 года. Компания говорит, что в ее планах активное расширение криптоплатежей, в том числе расширение и в сторону трансграничных платежей. Visa хочет превратить криптовалюты в самую популярную форму оплаты. Поэтому покупка CurrencyCloud для Visa это подспорье в работе над финтех-сетью на весь земной шар с упором именно на криптотранзакции. Учитывая, какую роль в этом играет Ripple, я не могу понять, ну как можно этого не видеть? Почему люди этого не видят? Когда я изучаю эти связи Ripple и финансового мира, я испытываю прилив сил, что ли, сил держать XRP и дальше. Его многие называют скамом, пусть так, пусть даже он соскамится. Но я никогда себе не прощу, если не буду держать то, что потенциально может стать не просто частью, а необходимостью для глобальной финансовой сети, которая в том числе строит и Visa, покупая такие компании, как CurrencyCloud, которые являются партнерами Ripple. Когда я вижу такие связи, ну не могу я не держать его, потому что это просто взрывает мои мозги. На этом все, ребята, меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, подписывайся на телеграм, ссылка на который в описании. Ставь лайк, делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно, Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!